Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Все рынки сегодня испытывают финансовый шок. Криптовалютное пространство резко пикирует вниз. Биткоины и альткоины агрессивно корректируются. Множество людей очень расстроено из-за объявлений Джо Байдена, ведь его администрация предлагает новый налог на прирост капитала в размере почти 40% для американцев с годовым доходом более миллиона долларов в год. Я хочу подчеркнуть, это заденет большинство криптоинвесторов, но я надеюсь и ожидаю, что большинство моих зрителей станут миллионерами, потому что мы находимся в правильном рынке. Ни один другой сегодня не имеет такого огромного потенциала. Объявления Трампа уже отразились и на традиционных рынках тоже. Они резко корректируются. Люди пытаются успеть убежать до того, как эти налоги на прирост капитала будут реализованы. Криптовалюты сегодня тоже падают, причем некоторые очень значительно на 20-30%. Но обещанный рост налогов чуть ли не вдвое, это не так страшно, как слухи. Только лишь слухи я подчеркиваю, что может быть 80% налог на доходы с криптовалюты. Понятное дело в Соединенных Штатах. Друзья, я не думаю, что такой огромный налог действительно будет. Я думаю, и в Сенате найдутся люди, которые захотят придержать такой законопроект так долго, как получится. Но возможно, именно об этом и говорят в администрации Байдена за кулисами. И я вижу в этом два момента. Первый. США не будут лидерами инноваций в сфере блокчейна и криптотехнологий. Инновациям необходима помощь, а они получают ее только в дружелюбных юрисдикциях. США не является такой юрисдикцией. США с этими новыми технологиями слишком авторитарно и жестоко. Множество людей из криптосферы и криптокомпаний именно поэтому покидают Соединенные Штаты. И второй момент. Вся эта суета с повышением налогов и возможным 80% налогом на доходы с крипты для меня означает только то, что они знают. Они знают, сколько денег потенциально может быть сделано на этом рынке. Придет время, когда придется проявлять чудеса креативности, чтобы вывести такие суммы из своих позиций в криптовалюте. Потому что никто не захочет платить 80% со своих доходов. Это просто смешно. Об этом я прямо сейчас и пишу свою вторую книгу, выход которой запланирован на лето этого года. Но не делайте ничего незаконного. К этому я точно вас не призываю. Технический директор Ripple Дэвид Шварц у себя в твиттере опубликовал этот пост 13 апреля 2021 года. Он написал, что это будет, вероятно, самый непопулярный твит. Но, если у вас есть какое-то количество крипты, что изменило вашу жизнь, пожалуйста, уделите свое внимание тому, чтобы серьезно подумать о продаже ее части, чтобы снизить свои риски. Не воспринимайте этот твит как прогноз того, что будет делать рынок. И теперь, спустя 10 дней после этого твита, мы видим, что это был очень хороший совет. Помнишь, как биткоин все рос и рос до 60 тысяч долларов? Я практически в каждом видео говорил, возьми частичную прибыль, зафиксируй частичный профит. Ты вложил в крипту тысячу долларов, заработал две, выведи свою кровную тысячу. Именно так тебе было бы все равно на это падение. Я повторял это снова и снова. Также я говорил, что у меня есть долларовая позиция, которую я собираюсь тратить на покупку коррекций. Эта позиция является еще одной моей защитой от любой просадки рынка. Потому что в случае масштабного падения я могу выкупить его. 10% из этой позиции я уже потратил. Я верю, эта долларовая позиция, которую я потрачу на крупные коррекции, покупая крипту по очень вкусным ценам, когда все остальные боятся, на дистанции в 5 лет сделает мне настоящий капитал. В ТикТоке так и будут появляться неизвестные тинейджеры, призывающие покупать Доги Коин за 40 центов. Но здесь, на моем канале, мы делаем то, что делают умные деньги. Мы делаем капитал с большим терпением. Мы инвестируем в фундаменталы, инвестируем в будущее финансовой системы. И вот почему каждый из вас, кто смотрит это видео, подключается к моим роликам. Потому что вы знаете, меня волнует ваше будущее. Друзья, пройдемся по этому моменту максимально быстро. Мы видели это объявление Байдена о налогах и как оно испугало абсолютно все рынки в мгновение ока. Шоковая финансовая волна прошла по всем рынкам. И все из-за предположительного удвоения налогов. Так что же случится, когда процентные ставки вырастут? Что случится, когда их поднимут всего до 1%? Случится то, что наличные деньги станут невероятно дорогими снова. Это был искусственно раздутый фондовый рынок и также экономика. Все ради того, чтобы справиться с кризисом здравоохранения и невидимым врагом. Это делала предыдущая администрация Трампа. Администрация Байдена же переделывает некоторые шаги из тех, что были сделаны при Трампе. Эти ставки, которые сейчас существуют, продолжают накачивать рынки. Но когда мы увидим увеличение этих ставок, это будет шоком для финансовых рынков. Я не говорю, что это произойдет. Некоторые страны сейчас сделали эти ставки и вовсе отрицательными. Но США всегда идут своей дорогой. Это просто предупреждение. Если произойдет повышение процентных ставок, мы увидим еще большую коррекцию на всех рынках, в том числе и криптовалютном. Интересно то, что когда биткоин корректировался, эфир умудрился достичь нового исторического пика. Как будто намек на краткосрочный альткоин сезон. Но это только лишь спекулятивный булран. Я знаю, что регулятивная волна тоже идет на этот рынок. И я покажу тебе позже законопроект, который я нашел на сайте Конгресса. Регулятивная волна тоже может отправить криптовалютный рынок в нокаут. Так что движение вниз вполне вероятно. Многие, кто пришел на этот рынок на растущем рынке, думают, что он будет расти вечно. Я был на этом рынке, когда он шел только вниз. 85, 90% коррекции на альткоинах. И 1640 из них не выжили во время этого брутального медвежьего рынка. Люди занимаются какой-то ерундой, пампят случайные щиткоины. Цифровая инфраструктура будущей финансовой системы. Вот куда мы должны инвестировать. Регулируемая криптовалюта это то, что выживет в будущем. Я копался на сайте Конгресса США в поисках того, что намекнуло бы на грядущее крипторегулирование. И я нашел этот законопроект от 22 апреля 2021 года. Буквально вчерашний законопроект. Совсем свежий законопроект Конгресса США. Он касается ясности в регулировании криптовалют и цифровых активов. Законопроект предлагает создать рабочую группу из комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также из комиссии по торговле товарными фьючерсами. Целью законопроекта является устранение препятствий для цифровых инноваций в 2021. Сейчас этот законопроект уже следует в Сенат. Этот законопроект на сайте Конгресса США является самым убедительным доказательством того, что администрация Байдена работает над урегулированием криптосферы. И по моему мнению, регулирование этой криптосферы приведет к падению крипторынка. И из этого падения поднимутся криптовалюты, которые будут подпадать под условия урегулирования. Но это только лишь мое мнение. Мне кажется это логичным. Вспомним еще и Гарри Генцлера, который ожидает решения администрации Байдена и Министерства финансов о том, как ему действовать. Министром финансов США является Джанет Йеллен. Она обвиняет криптовалюты в отмывании денег и остальных преступностях. Она не любит биткоин. Но она говорит, в мире есть место для тех криптовалют, что будут урегулированы. Еще один намек. Еще одно доказательство. Все складывается в единый пазл. Идеальный шторм приближается. К нему готовятся даже банки на Олл-стрит. Они готовятся к цифровым долларам, как к следующей большой разрушительной силе. Страны от мала до велика, от Багамов до Китая разрабатывают цифровые валюты центральных банков. И Соединенные Штаты следующие. Криптовалюты и блокчейны, которые помогают в принятии ЦВЦБ, это потенциальные диаманты среди криптовалют. Stellar XLM помогает в создании государственных стейблкоинов. Ripple XRP служит как мостовой актив между разными ЦВЦБ. Есть еще один проект, о котором я не упоминал. Algorand, который втихаря работает с институционалами в разработке будущего финансовой инфраструктуры. Хочу закончить этот ролик на позитивной ноте. Массивное обновление произошло в экосистеме XRP. В протоколе Ripple XRP Ledger запущено обновление под названием Hooks. Это обновление добавляет XRP функцию Smart Contractor. И хотя она находится в бета-тестировании, она уже есть. Много кто не понимает, что это значит. Когда это обновление выйдет из стадии тестов, оно станет самым масштабным в истории XRP Ledger. Оно добавит новые способы применения XRP и построит мосты между XRP и DeFi. 30 июля 2020 года мы объявили о нашем видении обновления Hooks для XRP. Оно добавит поддержку смарт-контрактов и приведет бизнес в XRP. Сегодня мы действительно с гордостью представляем нашу публичную бета-сеть. Что же это значит? Просто вдумайся, XRP приобретает все те же функции, которые имеет эфир. Но с одним большим отличием. Разница в том, что комиссионные в XRP копеечные по сравнению с эфиром. Разница в том, что скорость транзакции занимает несколько секунд. Тогда как в эфириуме транзакции ждешь часами, а комиссионные бывают больше, чем сама транзакция. Транзакция 50 долларов, комиссионные 136 долларов, транзакция 43 доллара, комиссионные 45 долларов. Что же будет, когда этот бета-тест завершится? Когда Hooks будет запущен? Мы видели, что случилось с Binance Coin, когда комиссионные в Binance Smart Chain оказались намного выгоднее, чем в эфириуме. Что же будет с XRP? Криптовалютный мир не может это игнорировать. Когда это будет запущено уже не в виде бета-теста? Вот тогда мы увидим второе рождение Ripple XRP. И вот тогда инвесторы XRP будут смеяться. Будут смеяться последними. Меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за то, что ты присоединился ко мне сегодня. И как всегда я благодарен каждому, кто посмотрел это видео и поставил лайк. А если ты впервые на этом канале, не забудь подписаться. Здесь мы каждый божий день говорим о криптовалюте. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями обязательно. Богатей. А мы увидимся сегодня вечером в новом видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok